Эволюция жизни на Земле насчитывает уже несколько сотен миллионов лет. За это время на планете появилось и окончательно исчезло огромное количество самых разнообразных животных. О некоторых из них мы, благодаря науке, имеем определенное представление. Но о большинстве вымерших животных скорее всего не знают даже ученые. Да и о тех видах, останки которых удалось обнаружить, не так много достоверной информации. В видеороликах на нашем канале как раз рассказывается о некоторых вымерших животных и их особенностях. Подписавшись на наш канал, можно первым узнавать о новинках и выражать свое мнение в комментариях под видео. Также можно выразить свое мнение о работе канала с помощью лайков. Гипотеза о повадках и образе жизни давно исчезнувших животных ученые строят на основании поведения современных видов. Причем эти животные не всегда являются потомками изучаемых ископаемых. Просто они, по мнению исследователей, занимают ту же природную нишу, значит и вести себя должны примерно одинаково. Но среди вымерших видов есть и такие, о внешности и повадках которых мы можем делать очень вероятные выводы. Ученые располагают не только современными потомками этих животных, но и прекрасно сохранившимися в условиях мерзлоты останками. Речь о мамонтах. Эти шерстистые слоны еще бродили по земле, когда человек начинал ее завоевывать. Считается, что последние мамонты вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Но есть данные, что особые карликовые мамонты жили на острове Врангеле в Северном Ледовитом океане еще 3000 лет назад. Это была небольшая изолированная популяция. Ученые предполагают, что на такой небольшой территории не могло обитать больше трех сотен особей. В пещерах древних людей найдено множество изображений этих зверей. В сибирских болотах сохранилось достаточно много практически целых туш. Ученые располагают целыми скелетами, образцами кожи и шерсти, могут изучать содержимое желудков мамонтов. К тому же на Земле обитает несколько видов слонов, которые являются их отдаленными потомками. Имея такое количество информации, исследователи могут смело заявлять, что о жизни мамонтов мы знаем практически все. Но вот о том, от чего они вымерли, споры не прекращаются по сей день. Казалось бы, этим гигантам ничто не могло угрожать, но все виды мамонтов загадочные практически разом вымерли на всех континентах планеты. Есть несколько основных версий о причинах исчезновения мамонтов. Попробуем рассмотреть каждую из них и понять, насколько она вероятна. Версия первая. Падение метеорита. Все мы знаем, что столкновение нашей планеты с огромным метеоритом стало причиной завершения эпохи динозавров. Тогда на Земле резко изменился климат, увеличилась вулканическая активность. Гигантские ящеры не смогли приспособиться к холоду и к уменьшению количества пищи. Поэтому они вымерли. Но тела мамонтов были прекрасно приспособлены к жизни в суровых условиях. Мамонты были покрыты густым теплым мехом. Их длинные бивни предназначены для разгребания снега в поисках травы. Большие ступни и мощное тело позволяли преодолевать даже самый глубокий снег. Длинный хобот с широкими ноздрями помогал согревать вдыхаемый воздух. На спине у многих мамонтов был странный горб. Он оказался складом для запаса жировой ткани. Сейчас такими пользуются верблюды. Значит, холодом и голодом таких подготовленных зверей не напугать. Да и сам факт падения крупного метеорита никак пока не подтвержден. Конечно, примерно 12 тысяч лет назад климат на Земле начал изменяться. Но следы столкновения планеты с другим телом ученые пока не обнаружили. Да и сокращение количества мамонтов началось намного раньше. По мнению ученых, примерно 120 тысяч лет назад началось постепенное снижение популяции мамонтов на всей планете. Версия вторая. Загадочная пандемия. Некоторые исследователи предполагают, что причиной вымирания мамонтов могла послужить болезнь, вызванная новым вирусом или бактерией. Якобы организмы животных не смогли выработать иммунитет к этому микроорганизму, и смертельная болезнь просто выкосила все поголовье мамонтов. Но кости мамонтов встречаются практически на всех континентах. Эти шерстяные слоны не добрались только до Австралии и Южной Америки. Скорее всего, их предки пришли сначала из Африки в Европу и Азию, а затем перебрались в Северную Америку. Потом сухопутные мосты между континентами исчезли, и каждая популяция мамонтов пошла своим эволюционным путем. Неизвестно, могли ли в то время вирусы быстро пересекать океаны, как это происходит сейчас, ведь тогда не было ни самолетов, ни людей, которые на них летают. Наши предки пошли теми же дорогами, что и мамонты, и точно так же были разделены появившимися между континентами проливами. Следующий контакт между жителями разных континентов случился через несколько тысяч лет после исчезновения мамонтов. Это значит, что больные мамонты вряд ли могли заразить своих родственников, живущих за океаном, а вымирать они начали в одно время. Крайне сомнительно, что одинаковая болезнь случилась у всех мамонтов на Земле одновременно. Версия третья. Близкородственное скрещивание. Есть версия, что живущие небольшими замкнутыми семьями мамонты могли просто выродиться из-за близкородственного скрещивания. Известно, что со временем в таких популяциях обостряются врожденные заболевания и увеличивается смертность потомства. Современные слоны тоже живут отдельными семьями, но ни о каком вырождении речь не идет. Существуют природные механизмы, которые регулируют семейные отношения этих животных. Просто слоновьи семьи состоят из самок и молодняка. Самцы путешествуют в одиночку, встречаясь с разными группами самок. Это обеспечивает постоянный приток свежих генов стада. Вряд ли у мамонтов этот механизм отсутствовал или перестал работать, поэтому в такую версию вымирания мамонтов не очень верится. Версия 4. Жадные охотники. Считается, что первые мамонты появились примерно 4-5 миллионов лет назад. Эти древние слоны были намного крупнее своих ныне живущих потомков. В среднем они достигали 4 метров в высоту и весили до 10 тонн. Известны виды мамонтов, которые вырастали до 6 метров и могли весить более 12 тонн. Даже самые крупные хищники того периода не могли нанести серьезный ущерб популяции мамонтов. Современные слоны намного меньше, чем их далекие предки. Но львы или тигры отваживаются на них охотиться очень редко. Иногда они могут попытаться напасть на детеныша или ослабевшего больного одиночку. Единственный хищник, который мог представлять серьезную угрозу для мамонтов – это человек. Считается, что древние охотники могли безо всякой меры убивать животных той эпохи и полностью истребили многие виды травоядных. Не были исключением и мамонты. Ведь один мамонт мог обеспечить целое племя мясом на много дней. Кроме того, из шкур этих зверей можно было шить одежду, а из костей и бивней делать оружие, инструменты и украшения. Но людей в то время на земле было не так уж много. Оружие для охоты у них было самое примитивное. Можно попробовать оценить эту гипотезу на примере индейцев Северной Америки. Когда белый человек появился на их охотничьих территориях, в прериях бродили бесчисленные стада бизонов. Индейцы ежегодно устраивали на них большие охоты, но истребить всех бизонов у них не получилось. Бизоны практически вымерли только после появления мощного огнестрельного оружия. Да и во многом их истреблению поспособствовали белые колонисты, а не коренные жители прерий. Охота на мамонта была сложным и опасным делом. Для ее организации требовались усилия нескольких семей, а может быть и родов. Скорее всего, им было достаточно добывать несколько мамонтов в год. Ведь мало просто убить такого огромного зверя. Его нужно еще и переработать, разделать тушу и заготовить мясо. Маловероятно, что люди тогда тратили время и рисковали жизнями ради того, чтобы просто убить побольше добычи. Версия пятая. Климатические изменения. Мы давно знаем, что климат на планете становится то теплее, то холоднее. Ледниковые периоды регулярно сменяются оттепелями. Резкое похолодание климата неоднократно становилось причиной массовых вымираний животных. Но, возможно, мамонтов убило потепление. Примерно 12 тысяч лет назад началась очередная межледниковая оттепель. Тундра степи, где обитали мамонты, начали исчезать и уступать место более болотистым природным зонам или лесам. Это означало уменьшение территорий обитания мамонтов и сокращение количества корма. Как и в конце эпохи динозавров, причиной вымирания животных стало не само изменение климата, а вызванные им последствия. Хищные звери, охотники и болезни могли ускорить этот процесс. С точки зрения большинства ученых, именно эта версия является наиболее очевидной причиной исчезновения мамонтов. Благодарим вас за то, что досмотрели наш ролик до конца. Если вы хотите узнать о причинах других массовых вымираний или попытках ученых воскресить мамонтов и динозавров, то обратите внимание на другие ролики на нашем канале.